Буду начать с далека. Мы вчера уже показывали это. Мы анализировали Steam Key X-Ray. Наша цель на стартане была локализация переломов на рентгене. На рентгене мы торгетировались на Steam AdWords. В общем, расскажу под поводу того, что мы пробовали. Мы сначала стартанули софта-энкодеров, чтобы не работать с размеченными данными, потому что у нас их не было. Мы потратили примерно половину всего времени на этот подход, но получилось не очень. Были очень замыленные изображения. В общем, получалось очень плохо с этим. Потом мы пробовали ганы. Дошли до того, что они очень долго тренировались. Также нам не хватило тех данных, которых мы собрали, даже потому что они были не размечены. И, в общем-то, тоже не особо помогло. И мы решили попробовать подход попроще, который нам посоветовали. Это фастер RCNN. С которой у нас получилось биться плюс-минус чего-то стоящего. Ну, по крайней мере, оно работает. И показывает результат в общем. Мы подготовили данные для теста, которые мы можем показать. Это не train set. Мы сегодня показывали, демонстрировали эту штуку. И некоторые люди уже видели, как оно работает. Надо сохранить картиночку. В общем, теперь мы загрузим фото сюда, если его найдем. Да. Может, у кого-то вопрос есть пока быстро? Да, вот мы видим красный регион. Красный регион, в зависимости от конфиденции сетки. Насколько вам уверено, что это перелом или нет. То есть красный, в зависимости от того, что больше 80%. Персиковый, этот больше 60%. Одно нет. Ну, в общем-то, это все, что я хотел рассказать. Я больше хотел задержать вопросы. То есть мы, если что, не планируем заменить врачей. Мы разрабатывали систему, которая будет типа ассистентом. А вы пробовали какие-то сложные для определения картинки? Ну, например, там, где у меня рука пополам переломана, только это логично, что это перелом. Понимаю. Суть проблемы же в том, чтобы ассистировать доктора. А зачем его ассистировать, если и так видно, что рука поломана? Да, понимаю. Мы хотели этим заняться, но мы как бы двигались в меру своих сил. Мы сами размечали датасет, сами его искали. И мы добились только этого. То есть мы можем предъявлять трещины, вывихи и все такое. Да, это не слишком круто, но это было тоже довольно сложно. И мы как бы не говорим, что это конечный результат. Вопросов больше нет? Ну, что вы понимаете, что знаешь, там видят, что это все, например. Как бы. Было ли попитано, что получится на маленьком интерсете? Или было уверено, что будет работать гораздо лучше? Ну, мы хотели поэкспериментировать с самосупервайзом Терлингом. Можно только по венерике, как мы сначала пробовали от энкодер ГАНа. То есть нам, в принципе, было интересно попробовать это, плюс компьютер вижн. И мы как бы не придумали ничего покруче и поинтересней. Вот нам хочется рассказать тему для связи с данными. Что? Для этого работаешь там взаимно? Я не слишком. А какой смысл был использовать данные, если там небольшой резолюшн обычно получается? А вам именно четко нужны какие-то супер мелкие детали? У вас какая-то идея? Да, мы хотели... в общем-то первая идея была самотавста это не детектировать переломы, а детектировать какие-то аномалии, которые явно были заметны. Например, ну, начинать с отсутствия пальца, потом к сильному вывиху, когда оно ненормально расположено. И ГАНы в этом очень сильно помогли. Потому что они бы смогли восстановить нормальную структур кисти. И zrobнив это с каким-то сильным вывихом, мы бы смогли найти разницу. Что ГАН изправило, значит, как неправильно расположены кости. Датасет у нас состоит из примерно 40 изображений, мы их сами разметили, там примерно 60 bounding-боксов. Качество не очень, но это связано из-за того, что датасет очень маленький. В принципе, если датасет сильно расширять, если есть база данных, а у больницы не есть, и на этом не тренировать, то это имеет большую перспективу и потенциально будет иметь большую точность, и можно будет детектировать больше и больше заболеваний, которые связаны с несколькими. Таких примеров много, потому что сам у нас трендсет маленький, и в основном, это руки, то есть, например, на ногах оно плохо тректирует, но это связано с датасетом. Окей, спасибо, ребята. Спасибо. Спасибо за внимание.